Ставки Центробанка по ряду специнструментов рефинансирования снижены. Отметим, что в середине сентября также была снижена ключевая ставка на 0,5%. Большинству граждан никогда не приходилось сталкиваться с ключевой ставкой напрямую. Но косвенно этот показатель влияет не только на экономические показатели, но и на каждого человека. Об этом сюжет Александры Охлопковой. Ключевая ставка является инструментом кредитно-денежной политики и устанавливается Центробанком страны целью влияния на процентные ставки в государстве. То есть это показатель того, по какой цене банки получают заемные средства от Банка России. Впервые она была введена в сентябре 2013 года и с тех пор оказывает значительное воздействие на все финансовые процессы в стране. Например, если в прошлом году проценты по кредитам, там достаточно большой, конечно, разброс, где-то от 12 до 38%, то в этом году, в 2017, можно сказать, от ипотеку, если брать, то от 9% до 25%. В случае развития реального сектора экономики, все-таки развития малого и среднего бизнеса, которые являются на сегодняшний день основной для нашей республики, то удешевление кредитов, оно, конечно же, будет способствовать их развитию. Отметим, что чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям вкладывать средства в банк и тем дороже оформлять кредитные договоры. По сути, она выступает стоимостью денег, поэтому играет важную роль во взаимоотношениях банка и клиента. В любом случае, данное снижение даст определенное снижение по ставкам, по потребительским кредитам и по кредитам для юрлиц. Для экономики это очень хорошо, потому что сейчас дорогие деньги, высокая процентная ставка, они немного тормозят развитие экономики. И снижение процентных ставок, оно благоприятно сыграет роль именно для развития экономики, потребительского спроса. Это уже пятое снижение за этот год. И отметим, что это уровень июля 2014 года. Своего пика ключевая ставка достигла в марте 2014 года и составила 17%. Это было связано с удорожанием доллара и сведенными против страны санкциями. С 2016 года меняется также и ставка рефинансирования. Повлияет на обслуживание государственного долга в республике, так как Министерство финансов в республике планирует до конца 2017 года привлечь кредит кредитных организаций. И если ключевая ставка снижена, то коммерческие банки, соответственно, тоже будут рассмотреть вопрос по снижению своей процентной ставки. Ключевая ставка повлияет на снижение потребительского и ипотечного кредитования, а также на стоимости квадратного метра. В 2014 году, в четвертый квартал, у нас стоимость одного квадратного метра стоила 68 тысяч рублей. Это был пик строительства, но в связи с тем, что в конце 2014 года доллар у нас резко пошел вверх, соответственно, все ипотечные кредиты также стали очень дорогими в связи с повышением ключевой ставки. В связи с этим, конечно, пошел отток населения, которые не приходили в банки за ипотечными кредитами. В 2017 году, в первом квартале, у нас уже стоимость жилья за один квадратный метр составляет 65 тысяч рублей, а за второй квартал 2017 года 62 тысячи рублей. То есть идет снижение. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря. По прогнозам экспертов, ключевая ставка и ставка по рефинансированию снизится еще на 0,25%. Александра Хлопкова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.